здорово пацаны осуждаю осуждаю пьяный что ли осуждаю осуждаю здорово так получше должно быть свет глаза не режут или выключить или или чё скажете я только что понял знаешь что я стримлю в 20 тысяч битрейта мне ничего за это не будет я стримлю в 20 тысяч битрейта в 720p я 20 21 тысячи битрейта 20 я просто ролик записывал а можно чуть-чуть вот короче я хотел это пацаны вот я хотела здесь с вами касаемо того чего будет делать дальше давно это не стримил прям вообще необычное ощущение как будто жопу ну и хотел сказать у меня постоянно жопу типа это вроде обычное ощущение для меня я если чё ненадолго шесть наверно не я сказал что надеюсь включусь когда его разбанят на счет я потом с ним вообще что-то расстроился на что такой грустный я только встал я болею а тебе нравится шкаф на фоне я в рот чё как вам трек только честно не по ну пацаны я ли я любой меня меня вчера так порвало короче я сижу открываю рифмой панчи читая комментарии чуваки все пишут тип тебя минус уши там ну туда-сюда меня так порвало я представил что если я бы занимался музыкой прям постоянно привести там год записываешь альбом выпускаешь кент пишет типа если без звука слушать ты в минск через два месяца поедешь да да минск поеду я на машине поеду а меня же по меня же пустят на машине в минск наверно пустят меня кстати в детстве было гидроцефалия что это такое это внутричерепное давление это ну что я тяжело родился я полahr mars корочка родился я ну типа задохнулся полк руч chocolate задушила я короче типа родился без без крико без всего у меня асфиксии была трудный подросток так сказать а вот короче без звука то спасибо пацаны короче что я хотел сказать я хотел сказать то что ну я вот долгое время не стримил для меня это реально долго время Потому что вы знаете, что я все время, ну, тем более, вот первый сам год старался прям, ну, на регулярной основе вот запускать. Мы все с пацанами работали, работали в направлении там чего-то, двигались туда-сюда. Чуть-чуть, возможно, перегорел там, ну, такая всякая хуйня произошла, то есть эмоциональная больше. Вот, и, ну, нужен небольшой отдых, понимаете? Нужен небольшой отдых. Нужна энергия, то есть, чтобы заряжать людей энергией, нужна энергия. Я понял, что надо, б***ь, надо просто с кайфом. Знаешь, про Билла, да, п***ц вообще, но... Я, типа, с Биллом не знаком, мне вообще, б***ь, на него просто, типа, жалко, что кенты хуйня страдают на дороге. Кто-то другое может пострадать, надо всегда об этом помнить. Да, эмоциональное выгорание у меня. Но сейчас мне уже лучше, б***ь. Я, ну, я честно, я могу сказать, я особо не отдыхал, я сильнее болел, у меня хуйня. И у меня сейчас в голове почему-то запретки летают, мне прям сейчас хочется ебать. Потому что все сильнее, как раз жестко так наседал. Не-не-не-не-не-не, надо это, не надо лучше. Сейчас, сейчас, надо привыкнуть заново. Сейчас, сейчас, нормально, я не скажу, я не дурачок. Выгорание небольшое, и вот я понял то, что надо, б***ь, надо чуть-чуть, знаете, так сказать, черпануть энергией, самую малость. Ну, что-то поделать такое, то, что ты не делаешь обычно. Это зарядиться извне, то есть из ниоткуда, ну, силу космоса, вот. И все эти дни я изучал литературу, всякую эзотерику, психологию, б***ь, мотивационную литературу. Я не тратил время зря, я заряжался. Послушаю трек Моргена, да, да, сейчас послушаю. Я заряжался энергией для того, чтобы потом ей делиться с вами, потому что все мы, знаете, все мы такой сосуд, который наполняется, опустошается, наполняется, опустошается. Надо, так сказать, давать себе отдых, б***ь, б***ь. Вот. Какие книги посоветуешь? Я Джон Кихо слушал. Ковантовый воин. Творческий кризис. Даже не то, что творческий кризис, понял? А, наверное, просто то понимание, как бы мне хотелось на Твиче стримить, наверное, ну, больше не заходит. Я понимаю, что надо делать контент, надо делать то, сего, б***ь. Ну, потому что, как ни крути, знаешь, любой кент смотрит на онлайн тилитую, там, на который привык, знаешь, я в одном видосе, когда-то говорю, что, знаешь, пососав большой такой смачный, толстый пенис, б***ь. Маленький, б***ь, уже в рот не лезет, ты начинаешь воротить носом, ты понимаешь, нахуй ты маленький, я вчера сосал толстый х**ь. Ну, типа, зачем? То есть, привыкаешь ко всему хорошему, так у человека во всем. Вот, поэтому я понял, что надо запариваться по поводу контента. Надо стараться как-то вас радовать. Поедешь в Минск к Ваде, конечно. Здаро, брат. Ага, здорово, лёх. Как ты? Нормально, кальянку лёх. А, лучше. Ха-а-а. Ну чё-то ты этот, слышишь, чуть-чуть так поплохело тебе, да? Семь дней болеть. А чё у тебя было вообще? Приколись, нахуй. Я думал, что отдохнул от стримов, понял? Ну, такой, думаю, прям в первый день сразу же записывать видос. И у меня сопли, блядь, а потом ещё температура ебнула. И я в итоге все эти дни болел прям, причём реально все дни. Ну, мне кажется, это психологически у тебя просто ударило. Мне только вот сегодня лучше стало, я поэтому сегодня решил запустить. Красава, красава. А то ребята спрашивают, волнуются, всё переживают. Да я видел, блядь, я видел, сколько у меня людей отмечало, блядь, в истории, сколько там в комментариях, блядь, писал. Пацаны, мне очень приятно, то, что реально есть люди, которые, ну, казалось бы, там уже неделя, блядь, прошла, блядь. Я помню, мы раньше боялись просто день не постримить, потому что все забудут, блядь. Вот из-за этих людей, брат, и надо стримить. Вот из-за них, которые ждут, которые остались. Не которые ушли, а которые остались. Это факт, брат, это факт. Они тебя ждут, постоянно спрашивают, постоянно переживают за тебя. на всех стримах. Поэтому ради вот этих пазанов тебе и надо возвращаться, тебе надо стримить. Так что давай, тут даже не думай о том, что там... Это да, брат. Не, я просто думал, понял, в сторону контента, то есть типа... Ты еще играешь просто в игры на Twitch? Брат, да, но я теряю в онлайне из-за этого. Я вот... Мне тоже нравятся игры, я понял, что ты хотел сказать. То есть какие-то, знаешь, там, ну, я не знаю, там, тебе колда нравится, я так понял, еще что-то нравится. Там Rainbow Six нравится. Да, Rainbow Six. То есть есть тоже игры, которые мне нравятся, но они меньше заходят, понял? В любом случае, мы все, знаешь, подвержены, как-то смотреть на онлайн и, бля, какие-то мысли, знаешь, на свой счет принимать там и так далее. То есть любой стример, знаешь, который, бля, онлайн если он там десяточку, на десятку постримит, потом в следующее утро проснется на косарик уже, знаешь, что бы он ни говорил, бля, все равно как-то по морали, бля, коленочки, конечно, трястись. То есть это 100% так работает. Да, факт, факт. Но, опять же, ты же понимаешь, что жизнь... Я думал, ты жду. Да нет. Жизнь непредсказуемая штука, и мы никогда не можем предположить, что будет завтра. Слава богу, живы, слава богу, здоровы, и, слава богу, все хорошо. Здоровье, бля, решай. Твое, твоих близких, вообще, остальное бля, бля, бля. Вот, поэтому какие-то, как бы, трудности не случились в жизни, главное, как бы, их преодолевать, просто идти дальше. За любой, за любой черной полосой обязательно наступает дело. Черная полоса — это черкаши, бля. Ну, если тебе так нравится, пусть будет, да. Редактор субтитров А.Семкин